Время покаяния. У православных начался Великий Пост. Цветы для автоледи. Сотрудники ГИБДД поздравили саровчанок с праздником. Лети модель. Саровские авиаметелисты стали победителями зонального этапа регионального конкурса. Далее расскажем по всем подробно. Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса, в том числе о новых кредитных каникулах. Право на кредитные каникулы дается гражданам, малому и среднему бизнесу, если кредитный договор был заключен до 1 марта. Обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те, кто в ковидный период уже использовали подобное право. Условия предоставления каникул, падение доходов более чем на 30%, кредит не более установленного правительством уровня, а заемщик уже не находится на таких каникулах. Кредитные каникулы могут предоставляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочку платежей, либо уменьшение их размера. Также в законе предусмотрена возможность введения моратория на плановые проверки малых и средних предприятий в 2022 году и IT-компании в 2022-2024 годах. Возможность вести деятельность без продления лицензии. Кроме того, упрощаются госзакупки, а правительство получило право оперативно повышать пенсии. У православных верующих начался Великий пост. Он самый строгий и долгий из многодневных постов. Вместе со Страстной Седмицей он продлится почти 50 дней и завершится главным христианским праздником – Пасхой. Великий пост установили в церкви в память о евангельском событии, когда Иисус Христос сам постился в пустыне 40 дней. Поэтому и верующие соблюдают воздержание в течение этого времени. К 40 дням прибавляется неделя Страстной Седмицы. В это время вспоминаются страдания и смерть Христа. Великий пост – самое строгое время для верующих. Это касается всех сфер жизни. В еде – это ограничение в пище животного происхождения и молочных продуктов. Великий пост благословляется вкушение рыбы дважды. Это на праздник Благовещения Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и на храм Входа Господня в Иерусалим. Во все остальные дни, кроме субботы и воскресенья, мы не вкушаем даже масла. Те, кому по здоровью необходимо масло, мы благословляем масло и даже рыбу. Пищевые ограничения в пост – вопрос индивидуальный. Поэтому к нему нужно подходить с рассуждением. Лучше по этому поводу посоветоваться со священником. И, конечно, нужно помнить, что пост – это не диета, а пищевые запреты – не самоцель. Все ограничения в Великий пост направлены на то, чтобы помочь человеку сосредоточиться на своем духовном состоянии. Пост, конечно, совершенно не в еде заключается. Еда – это только фон, телесная помощь душе, возрастание духа для того, чтобы можно было достичь очищения и приближения к Богу. Многие верующие задумываются, нужно ли в Великий пост исключать то, к чему так привык современный человек – художественные фильмы и книги, музыку и театр. Но и здесь все индивидуально. Ведь что привычно для одного, для другого может оказаться подвигом. Например, обратиться от телевизора или компьютера к книге. Но все-таки, как отмечает священник, все вышеперечисленное направлено на развлечение, которое тоже лучше ограничить во время Великого поста. Все-таки в пост – это как бы шаг назад, в общем-то, для тех, кто хочет попаститься. Нужно уметь быть с собой, не развлекаясь, не разстрачивая свою личность, а не развлекаясь. Именно «раз» – это такая приставка, которая говорит о рассеивании. Великий пост завершается 24 апреля. В этот день верующие отметят праздник Пасхи – Христового Воскресения. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Молодежный центр начинает новый проект. На старте он включает в себя серию бесплатных мастер-классов по разным видам спорта. Первый мастер-класс по лыжам пройдет 12 марта на лыжной базе. Участвовать могут семьи с детьми от 6 лет. Подробности в группе Молодежного центра ВКонтакте. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Холодная погода продержится в Нижегородской области до следующих выходных. Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», в четверг похолодает до минус 9 днем, минус 16 ночью. Такая же погода сохранится и в пятницу. К концу недели потеплеет. В субботу днем будет минус 5, в воскресенье всего минус 2. При этом в субботу, вероятно, небольшой снег. Магнитное поле в эти дни должно быть спокойным. Министерство здравоохранения Нижегородской области сообщает, что в регионе достаточный запас вакцин от ковида. Для профилактики коронавируса среди взрослых есть и спутник ВИИ, и эпивак корона, и кививак, и спутник лайт. Для детей доступно 440 компонентов вакцины спутник М. С 9 марта произошли изменения в режиме работы поликлиник. Теперь по будням поликлиника номер 1 работает с 7 до 19 часов, в субботу с 8 до 16, в воскресенье выходной. Вызов врача на дом в рабочие дни с 8 утра до 13 часов по телефону 9 55 11. График работы поликлиники номер 2 с понедельника по четверг с 7 до 19, в пятницу с 7 до 18. Вызов врача на дом в рабочие дни с 8 до 13 часов по телефону 9 52 52. Хоккейный клуб Саров разгромил команду из Княгинина. Игра закончилась со счетом 6-0. В турнирной таблице саровчане уверенно занимают вторую строчку. 12 марта начинается полуфинал. Следить за расписанием и результатами игр можно в группах ВКонтакте, Хоккейный клуб Саров и Нижегородский областной хоккей. Цветы для автоледи. 8 марта сотрудники ГИБДД провели традиционную акцию. И поздравили с праздником женщин-водителей. Подробности далее. Снег, холод, пасмурное небо. 8 марта погода саровчанок не радовала. Тем не менее, праздничное настроение прекрасным дамам помогали создавать сотрудники госавтоинспекции. На площади Ленина они провели свою традиционную акцию и вручили автомобилисткам такие замечательные розы. Вместо привычной ожидаемой фразы «Ваши документы» в этот день прекрасных дам ждали цветы и теплые пожелания. Я поздравляю вас с международным женским днем 8 марта. Самого-самого вам всего наилучшего. Здоровья, счастья, успехов во всех ваших начинаниях. Ну и, как говорится, ни гвоздя, ни жезла на наших саровских дорогах. Акция «Цветы для автоледи» ежегодно проходит 8 марта по всей стране. Сотрудники ГИБДД останавливают машины, за рулем которых находятся женщины, поздравляют их и дарят им цветы. В этом году в Сарове акция продлилась более получаса, потому что в роли водителей выступали в основном мужчины. Ну, обычно 8 марта – да. Что нельзя сказать о других праздниках, но вот сегодня, конечно, дам было меньше, меньшее количество. Видимо, мужчины отодвинули их от руля, поехали за подарками, кто-то за цветами, кто-то за закусками на праздничный стол. Также сотрудники госавтоинспекции напомнили автоледи о необходимости быть предельно внимательными и взаимовежливыми на дорогах, пользоваться удерживающими устройствами, если в машине ездит ребенок. Екатерина Пенова, Андрей Махмутов, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Программа туристического кэшбэка возобновится 15 марта. Покупка туров в рамках программы будет доступна до 1 мая. Оплачивая путевку «Карты Мир», участники получают кэшбэк 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. В программе участвуют все регионные поездки от двух ночей. Как получить кэшбэк? Зарегистрировать карту в программе лояльности платежной системы «Мир», оплатить поездку «Карты Мир» на сайте программы, на сайте туроператора, отеля или агрегатора, участвующих в программе. В программе также участвуют круизы, отметила глава Ростуризма Зарина Дагузова. В 15-м лицее состоялся премьерный показ спектакля «Тот самый Мюнхгаузен» или «32 мая». Актеры-воспитанники школьной театральной студии «Зеркало» сделали своим учителям подарок в честь Международного женского дня. В спектакле в 15-м лицее большая школьная традиция, которой уже 22 года. У старшеклассников, которые никогда не занимались творчеством и актерским мастерством, есть возможность получить яркую роль в спектакле. Достаточно проявить упорство и быть готовым много работать. Я сегодня играла роль баронессы Якобины фон Дуттен. Это очень сильная волевая женщина, независимая. Она готова бороться не только за себя, но и за свою семью. Конечно, это отрицательный персонаж, тем не менее, он мне очень нравится, потому что он очень харизматичный. Серьезные олимпиадники, победители научных конкурсов, перевоплощаются на сцене в совершенно других людей. Для зрителей, учителей, учеников 15-го лицея эти ребята стали удивительным открытием. Труд и несомненный талант каждого актера сделали этот спектакль интересным для просмотра. Работать мы начали над ним с осени. В связи с сложившейся ситуацией, обычно мы премьеры выдавали перед Новым годом, но здесь, так как очень медленно работа шла по два человека, по три человека, то, сами понимаете, растянулись наши сроки, и мы смогли сделать подарок только педагогу к 8 марта. Также в преддверии Международного женского дня грамотами Департамента образования и главы города наградили педагогов 15-го лицея за многолетний добросовестный труд. Ульяна Скородумова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Саровчане Егор Суслов и Софья Тютина вошли в состав сборной команды России на 2022 год по авиамодельному спорту в категории юниоры и юниорки в классе кордовых скоростных моделей F2A. Подробности далее. Авиамоделирование – вид спорта, где участники соревнуются в конструировании и изготовлении моделей летательных аппаратов, в управлении ими в полетах на скорость, дальность, продолжительность. Мы записываем наше объединение ребят, начиная с третьего класса. Они приходят сюда и начинают изготавливать летающие модели самолетов. Чем старше дети становятся, тем более сложные конструкции они изготавливают. Сами их испытывают, участвуют со своими моделями в соревнованиях различного ранга, выполняют спортивные разряды по авиамодельному спорту. Успешное выступление на первенстве России в Смоленске помогло Егору Суслову войти в состав всероссийской сборной. Юноша показал результат – 288 км в час. Побил свой предыдущий рекорд. Физических усилий в основном никаких не прикладываешь. Ты только управляешь этой моделью. Но она, конечно, довольно сильно тянет, и это может быть единственной проблемой. А так это больше техническая задача, и на это влияет очень много факторов, как подавленный винт, двигатель. Владимир и Сергей Тютины – тренеры команд. А Софья Тютина, как дочка и внучка авиамодельных инженеров, уже в пять лет начала заниматься этим видом спорта. Девушка также вошла в состав сборной команды России в 2022 году. У меня модели скорости. На самом деле я три года летала на пилотажке. То есть это модель, на которой нужно показывать разные фигуры. Изготовление модели – долгий процесс, который может длиться даже больше года. Поэтому терпение и целеустремленность сопровождает юных инженеров во время занятий авиамодельным спортом. Ульяна Скородумова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Тёмный, светлый, чистый, с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов мёда, свежего урожая вы найдёте в торговом центре «Галактика». До 15 марта там проходит медовая феерия. Сезон простуд в самом разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мёд. Качество мёда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мёд можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Ещё в советский ГОСТ температура хранения мёда 18 градусов и в тёмном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мёд акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мёд с дягеля и прополисный мёд улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мёд благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мёд. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мёд. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабета. А мёд диких пчёл содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Перга эта пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с мёдом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек, натуральные конфитюры и северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите, Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» до 15 марта с 10 до 17 часов. Нет возможности прийти, доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это всё, о чём мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работали Екатерина Опёнова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова